Всем привет, ребята! И сегодня будет очередное экспериментальное видео. Я хочу сделать макияж с детской косметикой. Я видела такие видео, и там все как-то просто делают макияж с детской косметикой, типа пренебрежительно, потому что детская косметика, типа она ничего не красит и все такое. Но я как бы это понимаю и хочу сделать макияж вот с детской косметикой, но нормальный. То есть такой обычный макияж, который бы я делала с обычными своими продуктами, просто добавив туда детскую косметику и рассказать вам, какая она. Ну это просто прикольно, не знаю. Так что если вам интересно, то оставайтесь и давайте начнем. Я обошла огромное количество магазинов, но я нигде не нашла наборы такие большие с детской косметикой и поэтому купила несколько продуктов отдельно. Здесь палетка, тени, но их можно, думаю, использовать и как румяна, потому что есть розовые. В общем, это такие два блеска для губ. Здесь, как я понимаю, такой, знаете, есть шиверный блеск для губ и матовый, и вот это тоже такой блеск с блестками. Собственно, это вся косметика, которую мне удалось найти в моем городе, поэтому постараемся сделать именно с ней макияж. Сейчас я вообще без макияжа, но мне нет тона или чего-то такого, и в целом я же хотела сделать такой нормальный макияж. Так что сейчас я буду наносить тон, и у меня это тон от Миша. Собственно, ничего особенного, это мой самый обычный, самый любимый тон. Я сделала легкий тон, просто чтобы косметика не смотрелась как-то грязновато на лице, потому что у меня все-таки цвет кожи, точнее, тон кожи очень неровный. И что я хочу делать дальше? Я хочу пробовать вот эти тени. Я была, наверное, в классе в четвертом, когда последний раз пользовалась детской косметикой, и раньше ее было намного больше. То есть я помню, мы с папой приехали в какой-то магазин, и там просто было огромное количество детской косметики. Я накупила и тени, и румяна, и помады, и все-все-все-все вместе. И это продавалось и наборами, а именно по отдельности, и было этого очень много, и принцессы, и маленькая фея, и какие-то еще там были фирмы. В общем, все было настолько круто. Сейчас как-то, мне кажется, детей обделили косметикой. Напишите, пользовались ли вы детской косметикой, потому что я пользовалась. Я никогда не таскала мамину косметику, я всегда пользовалась своей косметикой отдельной. У меня было и не так уж и много, но хотя кого обманываю? Конечно же, я таскала у мамы помады и все такое, так что тени выглядят вот таким образом, как обычно, они просто на пластмассе, на таком пластике. Почему-то все детские продукты выглядят именно таким образом. На самом деле, мне показалось на первый взгляд, когда я открыла, вот даже аромат такой же, как, знаете, у новых акварельных красок. Собственно, не знаю, я хочу сделать сводчи этих теней. Возможно, они будут какими-то очень красивыми. Кстати, в общем, как-то вот так выглядят эти цвета. Самый насыщенный из них оказался желтый и розовый. Вот этот, вот эти два цвета очень насыщенные. Сейчас мы их будем тестировать. Здесь вот такой аппликатор. Очень-очень маленький, блин, ну хотя для маленьких ручек детских, наверное, это супер круто. Аппликатор, конечно же, не какой-то там мега качественный. И вообще, я не знаю, как аппликатором наносить тени, но я попробую. У меня все-таки есть какая-то база на лице, потому что я нанесла тон. Так что надеюсь, что эти тени даже будут нормально пигментированы. Потому что на пальцах они были достаточно яркими. Что странно, обычно детские тени абсолютно не дают никакого цвета. Я буду делать, знаете, такой летний макияж. Все-таки я хотела сделать нормальный макияж, попробовать. То есть не какой-то стрёмный или страшный. Хочу попробовать сделать нормальный макияж. Для этого я возьму розовые тени. Потому что розовые тени сейчас в тренде. Попробуем сделать. И можно сделать какую-то желтую подводку снизу. Ну, то есть что с этими тенями можно сделать максимально нормального. Вот это все, что я придумала. Так что давайте попробуем нанести аппликатором розовые тени. Я даже не могу набрать их, потому что все такое маленькое. И моя рука как-то сюда абсолютно не влазит. В общем, это не очень удобная штука. Она должна быть тогда как бы изогнутая. Потому что вот такой маленькой набирать вот отсюда тени не слишком удобно. Я нанесла уже слоев, не знаю, пять. И вот вы видите, я даже не знаю, видно ли вам этот цвет. Тени, конечно же, выглядят достаточно пигментированными в упаковке и на аппликаторе. Но на глазах этот цвет, чтобы проявился, нужно очень сильно постараться нанести очень много слоев. Чем я сейчас и занимаюсь, потому что я хочу более яркий цвет на глазах. Вот это так у меня получилось. Кстати, довольно-таки ярко. Ну, то есть я добилась нормальной пигментации. Хотя мне пришлось нанести примерно слоев 15 на каждый глаз, не меньше. Хочу попробовать немножко растушевать. Как бы есть одна большая проблема в том, что эти тени не растушевываются. От слова совсем. И весь цвет, который я нанесла, остался у меня на кисточке. То есть практически все тени я просто смахнула. То есть растушевать эти тени не удастся. Поэтому пробовать я больше не буду. Но вот такой цвет, достаточно розовенький, получился в принципе неплохим. Я иногда делаю себе такой макияж с своими обычными тенями. Так что, по сути, я смогла добиться какого-то цвета. Но растушевать эти тени практически невозможно, потому что они все сразу остаются на кисточке. Сейчас хочу взять желтые тени. Тоже буду нанесить аппликатором, но уже другим. Я хочу нанести вот сюда вниз, сделать такую желтую подводку, потому что все-таки летний макияж. И, возможно, летнюю такую стрелочку сделать. Но я сомневаюсь, что у меня это получится все-таки. Все, что мне удалось сделать с этим, это нанести желтые тени вниз. Хотя я не уверена даже, что их видно, потому что даже я их практически не вижу. Я нанесу еще. Я уже нанесла слоев 10, но как-то все равно очень плохо видно, поэтому я хочу еще. Наверх, конечно же, нанести не удастся. То есть поверх розовых теней я пробовала. Это невозможно. Все тени, ну как бы просто, они не проявляют свой цвет. Они могут проявить свой цвет только в отдельности. То есть я нанесла желтый вниз. Не знаю, может, это получилось как-то интересно, весело. Но, по-моему, достаточно неплохо. Вот эти тени розовые, я даже, не знаю, я не буду их пробовать, потому что это бесполезно. И сейчас я пальчиками буду наносить, потому что кисточка у меня сюда не влезет для румян. Я нанесу самые яркие на палец. Я попробую нанести. Не очень получается, но я буду пробовать еще. И нанесу на щеки. Цвета практически нет. Нужно очень-очень сильно давить. Мне кажется, если вот сделать такой макияж с этой косметикой, так пару раз его поделать, то можно всю эту косметику вымазать буквально за несколько раз. Когда ты их растушевываешь, они практически исчезают. Но все-таки я вижу, что они чуть-чуть есть. Они еще живы. Но как только кисточка соприкасается с ними, они просто уходят. Их просто как будто не остается. Сейчас на вторую щеку по-моему носить. Румяна даже видно на лице. Тени, в принципе, тоже видно, насколько я понимаю. И вот если постараться, то можно сделать нормальный макияж с этой косметикой. Просто нужно наносить очень много слоев. И я понимаю, это оправдано. Потому что детская косметика все-таки не должна быть яркой. Она на то и детская. Чтобы не быть яркой и чтобы дети могли ей краситься безопасно. Чтобы они не делали один взмах кисточкой, и у них просто все лицо черное, розовое. Родители, мне кажется, сошли бы с ума. Сейчас я использовать буду свою тушь. Детскую тушь я вообще никогда в жизни не видела. Даже когда была маленькая, никогда туши детские не продавали. Я вот честно никогда вообще в жизни не видела детскую тушь. Поэтому даже если я захотела ее найти, мне кажется, я бы не нашла. Напишите, видели ли вы когда-нибудь детские туши. Я только сейчас поняла, что слово сочетание детские туши звучит как-то немного двусмысленно. Итак, я нанесла тушь. Похожа ли я на Барби с этими тенями и с этим макияжем? Я, кстати, поняла, почему здесь именно такие оттенки. Потому что у Барби всегда был макияж в этих оттенках. У нее всегда еще синее, вот тут что-то было. Кстати, может быть, нам нанести это синее? Просто у меня уже аппликатор весь такой. Ну ладно. Вот я сюда нанешу сейчас синее. Мне кажется, я очень похожа. Ну, точнее, макияж похож на Барби. Кстати, цвет синий. Самый лучший по пигментации. Потому что вот я его наношу, буквально два слоя, и его уже видно. Кстати, цвета сочетаются между собой очень круто. Не знаю, насколько там видно, но мне нравится, как это выглядит. Вот, знаете, такой голубой немножко перелив с розовым, и вот это желтое внизу. Очень так свеженько по летнему, считаю. В принципе, не вижу ничего плохого. Цвета сами по себе между собой хорошо сочетаются. Возможно, на мне это не очень смотрится, потому что мне как бы уже не пять лет. Но я пыталась сделать что-то более-менее нормальное с этими оттенками. И сейчас у нас на повестке дня вот такой блеск для губ. Он двухсторонний. Я так понимаю, что с одной стороны он должен быть матовым. И это блеск принцесса. Хочу просто вернуться в детство и посмотреть, насколько он изменился. Таким образом он выглядит. Вот аппликаторы здесь такие. Как бы все нормально. Здесь так вкусно пахнет, по-моему. Ох, пахнет просто потрясающе малиновым вареньем. Боже, я обожаю малиновое варенье. Напишите, любите ли вы малиновое варенье. Хочу сначала попробовать вот эту сторону. Я буду тестить несколько блесков. И просто посмотрим, какой из них будет лучше. Он безвкусный. Я ожидала, что он будет со вкусом клубники или малины. Но он безвкусный абсолютно. Это, знаете, разочарование. Будь я ребенком, я бы разочаровалась. Нет, этот блеск не матовый. Какой матовый, Оксана? Какой матовый детский блеск? Он просто без блесток. Я думаю, что смотрится, кстати, достаточно неплохо. Очень естественно. Не дешево. Не как блески из фикс прайса. И теперь я хочу нанести второй блеск сверху. На вторую губу. Верхнюю губу, короче. Он тоже безвкусный. Жаль. Жаль. Вот второй блеск мне нравится намного больше. Он как-то поярче. И просто выглядит посимпатичнее. Не знаю, этот какой-то слишком белый. А этот такой более розовый. Я удалила этот блеск. Самый первый. С нижней губы. Потому что мне нравится больше этот. Кстати, эти блески стираются просто за одну секунду. Надеюсь, они не скатываются. Потому что странно было видеть ребенка с скатавшимся блеском для губ. Ну вот как-то так. Блин, мне кажется, вот эти синие тени были лишними в моем макияже. Так он мог бы быть вполне себе носибельным. Но с этими голубыми тенями, мне кажется, я переборщила. И что-то уже пошло не так в этом макияже. Если убрать эти голубые тени, вполне мог быть адекватный, нормальный, хороший макияж. И сейчас мы будем тестить вот этот блеск для губ. Второй. Он просто блестящий. Надеюсь, что он прозрачный. Вот это пахнет не очень. Какой-то ягодой, но как будто с кофе. Не знаю, очень странный аромат. Он какой-то более липкий, что ли. И просто какой-то, как, не знаю, какой-то пленкой ложится. Но он абсолютно прозрачный. В нем как будто даже нет блесток, которые я вижу в губоковке. Блин. На губах я эти блестки абсолютно не вижу. Ну, просто такой прозрачный блеск. Ничего плохого не могу сказать, кроме того, что он жутко воняет. Просто ужасно. В общем, вот этот блеск однозначно лайк. Этот не лайк. Вообще какой-то ужас. Вот этот блеск очень классный. Я думаю, что макияж с ним получился бы вполне крутым, если бы не было этих голубых теней, которые я зачем-то добавила. Ну, собственно, как-то так. Я нанесла снова вот этот блеск, потому что я захотела закончить этот макияж. Собственно, вот что у меня получилось с детской косметикой принцессы и с косметикой Beauty Angel. Мне кажется, достаточно неплохо. Если ее постараться, то детская косметика вполне может быть нормальной. Хотя я вижу, что вот тени прошло, наверное, может быть минут 20, сколько я здесь сижу. И они уже стали не такими яркими, какими они были. Так что в целом ставлю детской косметике оценку 7 из 10, поскольку вот этот блеск ужасно воняет и он ужасно липкий. И если вы захотите купить своему ребенку детскую косметику, не покупайте ему блеск для губ принцесса жемчужный. Это ужасно. Это просто ужас. Если вам понравилось это видео, если вы просто прикольно провели со мной время, то ставьте пальчик вверх этому видео. И не забывайте о том, что у меня есть основной канал, где я выпускаю разговорные видео и свою музыку. Так что переходите туда по ссылке в описании, если вы здесь первый раз. Увидимся очень скоро и оставляйте ваши комментарии. Всем пока-пока!